Пьер и Мария Кюри. Ну, кратенько про Пьера, а основное всё, что они вместе делали, я буду в теме про Марию Кюри. Пьер Кюри, 1859 года рождения, французский физик, родился в семье врача, то есть французские интеллигенты. Между прочим, домашнее образование у него было, в школу не ходил он во французскую. В 16 лет он сдал заочно за бакалавра Парижского университета и через два года стал уже физиком, учёным уже. С 1878 года ассистентом работал со своим старшим братом в минералогической лаборатории Парижского университета. То есть сразу там Париж, парижанин, всё, то есть к верхушке тогдашнего мира относился, потому что Париж это примерно как Нью-Йорк теперь, да, то есть самый крутой город, с самой развитой наукой на тот момент. Открыли они пьезоэлектрический эффект, то есть у него были серьёзные физические открытия ещё в 80-е годы 19 века. Потом перешёл в школу физики и химии Парижского университета, где заведовал кафедрой. И вот он встретил там Марию Складовскую, польскую студентку физического факультета из Российской империи, и они поженились 26 июня 1895 года. После рождения первой дочери он исследовал явление радиоактивности вместе со своей женой Марией Кюри, получил премию по физике, но в 1906 году умер, и его исследование продолжило Марией Кюри. Ну, в целом, сейчас перехожу к Марии, но буду всегда иметь в виду, что, конечно, основные все свои исследования они делали вместе с мужем Пьером. Мария Складовская родилась в Варшаве, 1867 год, в тяжёлые времена для Польши, бедность, национальное угнетение, но тем не менее сохраняли традиционную культуру. Отец у неё был учитель и даже был сначала директором гимназии, окончил Санкт-Петербургский университет, отец у неё знал русский, латынь, греческий, французский, немецкий, английский, преподавал математику и физике, отсюда её интерес, собственно, к физике. То есть отец её физике, конечно, дома хорошо учил. Мать руководила престижной Варшавской школой для девочек, это всё было у них примерно в конце 60-х, начале 70-х. И 5 детей они нарожали. После этого всё у них началось, всё стало плохо в 70-е годы. Мать сначала руководила Варшавской школой для девочек, но потом заболела туберкулёзом. В 70-е годы была фактически уже инвалидом, когда была маленькая Мария Складовская. Мать умирала от туберкулёза, отец кормил больную жену и пятерёх детей одновременно. К тому же искали всё время врагов Российской империи. В 1873 году его с директора гимназии уволили, подозревая, что он польский сепаратист. Естественно, там вся польская интеллигенция так или иначе была настроена на антироссийский. В том числе её отца Владислава Складовского за это дело замели. Уволили его с директора гимназии, а ему надо было кормить всю эту огромную семью. Они переезжали с квартиры на квартиру, он работал на всяких низкооплачиваемых должностях, много-много, чтобы вытянуть этих пятерых. Там четыре дочери у него было и сын, в основном четырёх девочек. Он начал нанимать постояльцев на свои квартиры, то есть вместе жили они с какими-то людьми. Они занесли клопов, двое детей заразились тифом, старшая дочь умерла. Когда Марии Складовской было 10 лет, её мать умерла от туберкулёза, и вот эти все бедствия привели к тому, что Мария Складовская была атеисткой. Она не верила, что Бог такой кошмарный мир устроил, который она в своём детстве переживала. Тем не менее, она в 10 лет поступила в школу. Естественно, отец ей внушил, что трудолюбие единственное, что нам осталось. Они все очень много занимались, все её сёстры кончили гимназию золотыми медалями. Брат её, Юзеф, был золотой медалист, уехал в Варшаву, поступил на медицинский факультет и так далее. Все они очень так учились, раз уж отец из села убивается, они все учились хорошо. Преподавание в гимназиях было на русском языке. Во всех госучреждениях польский язык был запрещен, поэтому образование Мария Складовская на русском языке получила. Тем не менее, в Варшавский университет женщин не принимали, и там были подпольные женские курсы, в которых они обучали, пытались женщин-поляки сами по себе, в частном порядке. Чтобы получить образование, она с сестрой с броней, они по очереди работали гувернантками несколько лет, чтобы деньги были, а потом другая получает образование. То есть, одна работает, другая образование получает. Ну вот она работала гувернантками, Мария, в разных сложных семьях, в том числе в деревне. То есть, ей надо было себя обеспечивать, потому что отец уже не мог. Ей надо было броне, деньги откладывать, чтобы броне училась сестра её. Там ей руководила всякими скандальными детьми. Там буквально по пять детей на ней было, и она за всеми следить должна была. Параллельно ещё занималась самообразованием, надеясь когда-нибудь в университет поступить. И параллельно, говорят, она ещё крестьянских детей на польском языке обучала, что-то там, письмо там, чтению и так далее. Параллельно они ещё пытались свою собственную польскую культуру поддерживать. Вот во времена царизма, когда фактически образование на польском-то и запрещено было официально. Ну вот, тем временем Броня в Париж уехала в университет, и там она в Париже вышла замуж за польского эмигранта, студента-медика. Они там сняли вдвоём с мужем квартиру, и она Марию, свою сестру, из Польши выдернула во Францию, что, дескать, вот там можно в университет поступить, учиться и так далее. Мария при этом имела там молодого человека в Польше, и как раз с ним разругалась. Так что вот совокупность всех этих личных проблем, там, коммерческих, материальных и так далее, привела к тому, что она в 1891 году, Мария Складовская, поехала в Париж, практически ехала в товарном вагоне, у неё билет был четвёртого класса, практически. Ну, как вот у нас в общем вагоне, да, где все сидят, вот так вот она ехала из Варшавы во Францию, потому что у неё денег не было. Но зато виз тогда не было в те времена, то есть за визу платить не надо было. Доедешь до Парижа и там делать хочешь. Ну вот, она, значит, пыталась всё равно свою сестру не стеснять, сняла себе комнату в латинском квартале, там она в маленькой своей комнате, голодая, учила всякую физику и химию, поступила в Парижский университет, причём в Парижском университете она поступила именно на математику и физику, потому что отец был, хотела продолжить дело отца, вот, наверное, отец ей всё внушал, что физика это великое дело. А девушки все в основном на медицинские были, конечно. То есть там из 1825 студентов физфака 23 девушки были. Ну, девушек брали во Франции, там уже свобода была. Ну и, кстати, и сейчас на физфаке там девушек мало, честно говоря, так что это скорее тут проблема не в угнетении, а в специфике. Ну вот, девушек брали, но там из 9 тысяч студентов Парижского университета было только 210 женщин. Брали, но они сами мало поступали. Мария плохо знала французский язык, её на русском языке учили. У неё и так два языка в голове было, польский и русский. Ну вот теперь ещё надо было французский до свободной степени, так что сразу на нём учиться. Приехал во Францию сразу в университет. С каким-то вот начальным французским, который у неё был в гимназии. Поэтому сразу французский догонять. И при этом сразу надо было работать, потому что, а что тут, как она ещё может себя снабжать. Вот и работала ещё при этом. Вот, пешком ходила в университет, то, что у неё на транспорт не было. Еле ела, падала, говорят, в голодный уморок там на лекциях прямо. И её, значит, одноклассница её дотащила до её, значит, сестры, до Броньи. Её опять заставила, чтобы она на квартире с сестрой жила, чтобы хоть она не платила за квартиру и питалась нормально. Тем не менее, там были поляки, местные эмиграции, они друг друга поддерживали. Ей дали гранты, там был фонд для польских студентов за границей. Она старалась, стала одной из лучших студенток университета. Кончила там его со всеми там пятёрками. Получила два диплома сразу по физике и по математике. Она сразу и физически, и математически кончала там факультет по нашим понятиям. Получила она грант от Французского общества поощрения национальной промышленности. Начала изучать сталь. Ну вот, получив уже французский грант, она вернула в польский фонд деньги, которые они ей давали, как бедной студентке. В принципе, она собиралась закончить Парижский университет и вернуться в Варшаву. Однако за ней начал ухаживать Пьер Кюри. Познакомился с ней, когда она ещё студенткой была. Пьер Кюри был руководителем лаборатории тоже физики и химии и вёл исследования по физике кристаллов. Например, он нашёл точку Кюри, то есть температуру, при которой феромагнитный материал переходит в парамагнитное состояние. Короче, Пьер Кюри был крупный учёный французский, физик. С серьёзными научными достижениями на этот момент. Вот он влюбился в эту польскую девушку, которая училась на физфаке, бедную. Ну и добился. Она сначала хотела в Польшу уехать. Он её долго добивался. Ну вот, в конце концов... Ну она в Польшу поехала, пыталась устроиться в Краковский университет. Они её не брали ни на какую работу за то, что она женщина. И Пьер Кюри говорил, что во Франции, по крайней мере, этой гендерной сегрегации не будет. Ну это Франция, он ей точно работу найдёт, что сам он физик, у неё образование в области физики. Ну вот, она, значит, вернулась в Париж, хотела защитить кандидатскую, всё равно в Варшаву уехать. Ну вот, в конце концов, всё-таки они женились. Оба были атеисты, поэтому они не венчались. Они... Гражданский брак, он был во Франции разрешён, расписались, ну и свадьбу сделали. Отказались от религиозной службы во время свадьбы. Ну, потому что оба были учёные, и учёные тогда точно позитивизм исповедовали, а не эти теперешние, которые только числятся, изображают из себя православных и мусульман. Ну вот, значит... Ну хотя он был всё-таки учёный такой уже серьёзный, жили сравнительно бедно. Три маленькие комнаты. Ну это, по крайней мере, не голодали, то есть это средний класс. В 1900 году они чуть не переехали во Швейцарию. На тот момент уже был Пьер серьёзный физик, поэтому Анри Пуанкаре, о котором я расскажу в следующем клипе, он добился, чтобы Пьер всё-таки остался в университете. А Мария начала преподавать физику в высшей женской школе, то есть в педагогическом институте для женщин, который готовил учителей. Она там преподавала физику в будущем женщине, которые учителя были. При этом они продолжали заниматься исследованием радиоактивных веществ с мужем, опасными для здоровья. Открыли, значит, всевозможную радиоактивность, о чём я позже в конце клипа расскажу. В 1903 год она защитила докторскую диссертацию исследования радиоактивных веществ, которое содержало ряд фундаментальных научных открытий для современной физики, в том числе открытие радиоактивности, выделение элементов полония и радия. Их начал поддерживать Эрнст Резерфорд, о котором я тоже расскажу. Она входила в круг самых крутых физиков вообще Европы на тот момент, в 1903 году. Она после защиты диссертации по радиации ездила в Пьер, то есть Пьер ездил в Англию, Лондонском королевском обществе, и им дали медаль. И Пьеру, и Марии Кюри, они совместно работали. При этом, занимаясь исследованием радиоактивности, она была беременная, и работала с растворами радиоэполонии. Они не знали, что это вредно для здоровья тогда. Собственно, вот они и установили, Пьера и Марии Кюри, что радиоактивность вредно для здоровья. Вот она беременная работала, соответственно, девочка у нее умерла, видимо, пораженная лучевой болезнью, и, естественно, и Мария, и Пьер Кюри болели лучевухой. В 1903 году им дали Нобелевскую премию, причем, долго выясняли, там не было премии по химии, а то, что Мария Кюри исследовала, она же атомную массу радиоопределила, скорее по химии было. То есть вот у Пьеры Кюри действительно было по физике, а у Марии Кюри у нее были работы по химии скорее, ну, связанные, естественно, с работой мужа. Но все-таки дали им по физике обоим, а потом еще и по химии тоже дали. Когда была Нобелевка по химии, дали тоже Марии Кюри по химии, у нее две Нобелевки. Нобелевку они потратили на то, чтобы еще лучше сделать лабораторию. Руки у них уже покрылись ранами от контакта с радиоактивными веществами, и они начали уже исследовать влияние на организм. Оно оказалось как позитивным, то есть можно лечить радиации какие-то заболевания, так и негативным, то что оба точно они болели лучевухой. Ну, после Нобелевки улучшилось у них материальное положение. Пьер стал профессором физики в университете Парижском, и Мария работала заведующей лабораторией. Ну, и дети у нее тоже либо учеными стали, Ева журналисткой, дети у нее тоже стали к высшим интеллектуалам Европы относились, тоже стали знаменитыми. 19 апреля 1906 года Пьера насмерть сбил конный экипаж, когда он переходил улицу. То есть, хотя он болел лучевой болезнью, как и жена, все-таки умер он не от лучевухи, а от катастрофы на улице, да, сбил его конный экипаж. После гибели мужа она стала профессором физики Парижского университета. И, в принципе, она стала первой в истории университета и первой в истории Франции женщиной-преподавателем. Она получила кафедру в Парижском университете. 1910 год ее выдвинули на выборы во Французской академии наук, но одним голосом ее завалили, и тогда она вообще на них обиделась и отказалась вообще больше в эту академию выдвигаться. Также она отказалась от Ордена Почетного легиона Франции. 1911 год, она получает Нобелевскую премию по химии. Кроме того, у нее роман с физиком Полем Ланжевеном, учеником Пьера Кюри. А он был женат, и у него было 4 ребенка, и жена этого физика. Она скандалы устраивала против Марии Кюри, что она у нее мужа отбила и устраивала их публично. Велась газетная травля Марии Кюри. Во-первых, писали, что она еврейка, хотя она полячка. Во-вторых, писали, что она русская, а с русскими не особенно отношения были хорошие. Хотя Франция союзницей считалась все равно русофобия порядочная, из-за того, что Россия была реакционной страной. Естественно, ее все обвиняли в атеизме, она это и не скрывала. Но там были и правые разные газеты, для которых атеизм это плохо. Довели этого Поля Ланжевена, что он одного из журналистов вызвал на дуэль, но там они стрелять отказались. Ну, за оскорбления вот эти вот все. Вот такие дела. На фоне всего этого она Нобелевку по химии получает. Ну, и в Нобелевском втором докладе она, значит, говорит, что открытие радио она сделала совместно с мужем, поэтому мужу она тоже благодарна. Сама она вела химические исследования по выделению радио в его проекте. Вот так она на Нобелевке сказала. Мария Кюри единственная в мире женщина, которая два раза получала Нобелевскую премию. Ну, вот, все эти скандалы, тем не менее, способствовали популярности, говорят. Но это ей особенно не помогало. У нее была болезнь почек, тяжелая депрессия из-за всех этих скандалов. Сразу после Нобелевки она лежала в частной клинике под чужим именем, лечила почки в Швеции. Не хотела возвращаться во Францию, где сплошные скандалы были. Вот. Ну, и, в общем, вот так. Тем не менее, значит, Первая мировая война. К тому времени Парижский университет и Пастеровский институт учудили в Париже радиовый институт для исследования радиоактивности. Радиоактивность была серьезна. Радиовый институт сразу разделили на фундаментальные исследования радиоактивности и исследования применения радиации для лечения заболеваний. Про военные применения тоже тогда уже говорили. Но так или иначе, Мария Кюри при всей ее скандальной репутации во Франции была крупнейшим исследователем радиоактивности в мире, который к тому же получил две Нобелевки за это. Поэтому в июле 2014 года ее назначили директором отделения фундаментальных исследований радиоактивности. И там крупнейшие лаборатории были оборудованы. Именно по ее профилю там работали, совместно они работали с крупнейшими физиками, химиками того времени, с британской лабораторией под руководством Эрнеста Резерфорда, институтом исследования радио и так далее. Ну и вот, то есть в принципе она вернулась и там работала. Польша, когда стала независимой, она тоже приезжала в Польшу, но она уже такая была в годах. Они нам начали строить Варшавский радиоинститут, и директором института стала как раз Броня, которая ее сестра-то. Бронислава, она была директором Варшавского института радио. У нее тоже было физическое образование. На войне Мария Кюри сражалась за свою вторую родину, за Францию. Она была директором службы радиологии Красного Креста, а не только что создали вот это трентгеновское излучение. И она ездила там на машинах, они просвечивали раненых рентгеновскими аппаратами. Это была передовая технология. Вот она воевала прям непосредственно близко к линии фронта, она там руководила. Потому что никто не мог эту рентген-то, никто не знал. Вот она лично могла только рентгеном просветить ее ближайшие ученицы там или ученики. Это была передовая технология, которая владела вот в совершенстве только Мария Кюри там и небольшой круплиц. Поэтому вот она на фронте там повоевала, у них были передвижные рентгеновские пункты на автомобилях. Они приезжали в госпиталь и там радиацию применяли, рентгеновские проводили, рентгеновские снимки организовали. Шапнельные пули они обнаружили в теле, допустим, если бы куда пуля попала, сложно так сказать, от рентгенов они обнаружили. За годы войны она вместе с дочкой сделала миллион рентгеновских снимок, дочь участвовала в этих делах. Она организовала подготовку рентгенологов, вела курсы рентгенологов в Тулу. Их при фронтовой зоне тоже они работали. Они пытались снабжать пункты первой помощи переносными рентгеновскими аппаратами и создали примерно 200 рентгеновских постов на фронте. Она написала книгу по этому поводу «Радиология война». Также она все свои эти Нобелевские премии она вложила в военные займы, чтобы победили немцы. После войны Первой мировой она работала в радиовом институте, где создала школу французскую научную радиоактивности. У нее периодически она ездила в Польшу, где поддерживала вот эту независимую Польшу, где первые исследователи были. У нее была главная проблема, что не хватало радиа. Радиа был очень дорогой, огромные деньги стоил. Поэтому она, допустим, ездила в США и читала там лекции, чтобы собрать деньги на радио, на исследования. Один грамм радио 100 тысяч долларов стоило, доллар тогда другой был, во много раз больше был доллар. Вот, короче, ей президент Гардин, президент США от имени американских женщин подарил грамм радио для продолжения ее опытов. Тогда уже было очевидно, что после военного применения, что там практическое применение огромное. Потом у нее был второй визит в США, и там президент Гувер ей вручил чек, тоже на 50 тысяч долларов, чтобы она купила грамм радио. За 20-е годы упала стоимость радио, потому что начали его промышленную добычу в Бельгии и в Хонконге. Последние годы у нее была катаракта, по всей видимости, от лучевой болезни. Ну и, в общем, плохие у нее были почки, там все такое. Весной 1934 года со своей сестрой Броней они совершили автомобильное путешествие. Во время этого путешествия она простудилась. Непонятно, на самом деле, причина смерти и предполагаю, что впоследствии всех ее занятий радиоактивности. 4 июля 1934 года Мария Кюри умерла. Похоронили ее вместе с ее мужем Пьером Кюри. Не дожила примерно год до присуждения Нобелевской премии ее дочери Ирине Кюри и зятю Фредерику Желео, которые открыли искусственную радиоактивность. По поводу самого открытия радиоактивности. Они вообще-то занимались, а не другими вопросами Пьера и Мария Кюри, но они познакомились с Беккерелем, который там тоже был в Париже. Вот Беккерель открыл, что урановые соединения испускают глубоко проникающее излучение. И рентген тоже был уже открыт, и Беккерель пытался выяснить, чем это излучение от рентгеновского отличается, и чем оно порождается. Вот Мария заинтересовалась темой и начала работать. Беккерель думал, что это фосфоресценция, то есть что уран сам по себе светится. Что это явление было известно. В принципе, это соответствует научному методу, что сначала мы объясняем через известное явление. Ну и он сравнивал, допустим, как Солнце действует, что это на фотографические пластинки уран засвечивал. Вот что там засвечивает, соль урана и так далее. Тем не менее, он выяснил, что излучение не зависит от внешнего облучения, что соль вот этого урана, она излучает, даже пролежав несколько дней в темноте. Это противоречило, по их представлениям, первому закону термодинамики, что даже элемент никакой энергии не получает, но он ее отдает. Это было странно на тот момент, потому что таких не было. Ну и вот Беккерель этим всем вопросом очень заинтересовался. Обнаружил, что вот это излучение урановых лучей, оно также ионизирует воздух. Они ни черта не знали о том, что это вредно. Они с этими солями урана, просто вот они у них в пробирках были, ничего, никакой защиты, нифига не было. Ну и вот, значит, Мария и Пьер Кюри, когда уже занялись, они занимались частично химически. Вот Мария же говорила, и она же по Нобелевку по химии тоже получила, что это химические были вопросы. Они изучали различные соединения урана, чтобы получить, выяснить, насколько они интенсивно это излучение организуют. Добывали всяческие, в основном, с тураном и другие всякие соединения. У них был просто деревянный сарай, потому что они же все-таки им лабораторию-то крупную не давали. И в этом сарае они за 5 лет 8 тонн урановой руды использовали, переработали, всячески для изучения всего этого. Мария придумала специальный прибор, который эффект ионизации определял. Она же, кстати, определила ятомный вес, потом радио. Потом они обнаружили, что некоторые минералы, которые уран содержит, более активны, чем чистый уран. И сделала Мария Кюри правильный вывод, что это другой элемент, что она открыла другой элемент. В результате они обнаружили, что помимо урана, еще радиоактивным является торий. И она также выделила элемент, который был в 400 раз более радиоактивен, чем уран. Элемент назвали полонием, потому что она из Польши. Полония это по-латыни Польши. Вот она открыла полоний, Мария Кюри. И, кстати, блин, держала в руках там и все это. Они через некоторое время начали замечать, что у них рано от того, что они радио и полоний в руках держат. После этого, продолжая опыты с различными элементами, она открыла также радио и полоний. Это вот два элемента, которые она открыла. И также в статье «Лучи Беккерелия и полоний» 1899 года Мария Кюри впервые ввела термин радиоактивность и радиоактивный элемент. То есть вот эта концепция, что это какое-то новое явление, не тождественная фосфоресценция или еще чему-то. Это принципиально новое физическое явление. И химическое. Вот эта концепция как раз Мария Кюри. И этим она и знаменита, что она принципиально новое явление вообще в физике обнаружила, именно радиоактивность. И два химических элемента открыла. Ну, в общем, те, кто посещали их лабораторию, где делались такие фундаментальные открытия, открывались новые элементы, говорили, что там полный бардак. В частности, Вильгель Мосфоль говорит, там было нечто среднее между конюшней и подвалом. И там Мария Кюри в котлах руду порциями по 20 килограмм вручную перемешивала, чтобы отделить. Она обогащением руды занималась, чтобы получить более-менее чистые эти урановые соединения и с ними работать. Вот она там ей тоннами шлак высылали, и то она рада была, там правительство Австро-Венгрии ей тонну шлака послало уранов. И она его очищала там от мусора лично, руками. Но у нее бедное детство было, деревянные игрушки, так что ей не привыкать было. И вот эта вот славянская наша, эта небрезгливость, она в данном случае хорошо поработала. То есть она тяжелой работы не боялась, если результаты были хорошие, а результаты у нее прям были очень хорошие, две Нобелевки. Резерфорд заинтересовался их открытиями. Собственно, Резерфорд предложил теорию, что радиоактивное излучение это результат превращения одних химических элементов в другие. Про Резерфорда я еще поговорю. Сначала Мария Кюри, будучи позитивисткой, по своим убеждениям, она не указывала причину явления, только описывала. Но позднее она согласилась с теорией Резерфорда. Резерфорд ей предъявил доказательства, что причина явления в том, что один элемент в другой переходит. Уже после Нобелевки она продолжала интенсивно работать. В частности, в 1910 году она выделила чистый металлический радий. И показывала его в 1911 году. И поэтому, кстати, ей Нобелевку в 1911 году дали, потому что она чистый радий выделила и показала, что радий это отдельный элемент, самостоятельный химический элемент. Она фактически создала всю физику 20 века вместе с Пьером Кюри. Потому что вся физика 20 века, в принципе, это изучение радиоактивности и следующих из нее явлений. Пока они там радиополонии выделяли, некоторые исследователи, химики, врачи обнаружили, что если ткань, пропитанную раствором радио, кожу прикладывать, то на кожу будут раны. И так далее. Они тоже получали ожоги и болели оба порядочно все это время. После войны она страдала от катаракты. И поэтому, собственно, с супруги Кюри также и начали вот эту тему, что явно влияет радио на организм. Уже где-то 1906 год начали облучением радио лечить волчанку. Начались исследования по лечению рака. Рак сейчас лечит тоже радиацией в том числе. Но надо сказать, что они ни Пьер, ни Мария Кюри в нулевые годы не заботились об этой радиации. Хотя они же и обнаружили, что радиация вредна. Они делали опыты над мышами, мышам вживляли радий, и мыши умирали от лучевой болезни. Вот они и обнаружили, что это смертельно опасно, еще Пьер Кюри обнаружил. Тем не менее, когда, допустим, их архив пытались Национальную библиотеку Франции передать в 60-е годы 20-го века, обнаружили, что светится, что там даже письма их все радиоактивные, что у них точно лучевуха была. Ну, в целом, уже к концу нулевых радий стал добываться промышленно, стал коммерческим продуктом. И уже во время войны Кюри организовывала рентгеновские установки на фронте. Помимо двух Нобелевских премий, у нее множество других медалей, естественно. Это вторая женщина, которую похоронили в Парижском пантеоне вместе со своим мужем. То есть, считается одна из самых выдающихся личностей Франции, и поэтому ее похоронили в самом главном кладбище Франции. В честь Пьера и Марии Кюри назван химический элемент Кюрий. Кратер на Марсе астероид. И она считается также первым медицинским физиком, так как она обнаружила медицинские применения радио. Поэтому день медицинской физики – это день рождения Марии Кюри. В Варшаве, конечно, памятник поставили, центр онкологии, университет Марии Кюри и так далее. Во Франции тоже есть университет Пьера и Марии Кюри, станция метро Кюри. Во Франции, у нее две родины получилось, Франция и Польша, и Франция и Польша весьма ее уважают. Масса фильмов про нее имеется. Так что человек известный, достойный физик начала XX века.